Здравствуйте! Уголовный розыск – милицейская служба, о которой чаще всего снимают детективы. Но если отбросить художественные детали, то окажется, что ремесло оперативника – одно из самых нелегких и опасных занятий. О том, какие направления работы больше всего волнуют сотрудников уголовного розыска, поговорим сегодня с нашим гостем. Присоединяйтесь! Чекунов Виктор Васильевич, начальник управления уголовного розыска криминальной милиции Управления внутренних дел Гомельского облсполкома. Родился 15 октября 1972 года в городе Гомеле. В 1996 году окончил Гомельский политехнический институт имени Сухова. А в 2004 году – Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. Службу в милиции начинал в 1996 году с должности младшего оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против личности. Розыск у преступников и лиц, пропавших без вести от дела уголовного розыска, отдела внутренних дел Советского райисполкома города Гомеля. В 1999 году был переведен в Управление уголовного розыска, где и прослужил все эти годы на различных должностях. На нынешней должности с февраля 2012 года. Имеет государственные награды, медали за безупречную службу 3-й и 2-й степеней. Женат, воспитывает двоих детей. На вопросы, которые касаются деятельности Управления уголовного розыска УВД Гомельского облсполкома, можно получить ответ прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Виктор Васильевич. Здравствуйте. 5 октября была образована служба уголовного розыска. С наступающим праздником, Виктор Васильевич. Спасибо. Рада видеть вас в хорошем настроении. Скажите, а в чем лично вы, как руководитель службы, черпаете оптимизм? Мне кажется, сотруднику уголовного розыска нельзя быть неоптимистом. И выезжая на места происшествий, сталкиваясь с людским горем, видя несчастье, людей какие-то потери, душевные или моральные какие-то потери, материальные потери, ну, всегда стараешься им помочь. Поэтому наш девиз, я думаю, у каждого сотрудника розыска – «Добро всегда побеждает зло. Рано или поздно справедливость восторжествует». Это и дает оптимизм. Хороший девиз. Вы знаете, наверное, всем нам можно взять этот девиз на вооружение для каждого. Виктор Васильевич, каковы на сегодняшний день основные приоритеты деятельности службы уголовного розыска? Они не меняются на протяжении ста лет и раньше, когда существовали подобные подразделения, но не в нашей стране. Это, прежде всего, установление лиц, которые совершают преступления. Розыск похищенного имущества и нахождение бездетепропавших людей. Либо преступников розыск. Вот это основные направления, чем занимается уголовный розыск. Но ранее считалось, что сотрудники уголовного розыска занимаются именно тяжкими и особо тяжкими преступлениями. А вы говорите, еще и розыск лиц. Всеми преступлениями и тяжкими, и особо тяжкими. И розыск преступников, и розыск бездепропавших лиц. И даже розыск должников. Есть еще такая категория. Это тоже занимаются сотрудники уголовного розыска. И тоже ваши сотрудники. Спасибо. Наша съемочная группа побывала в отделе уголовного розыска советского района Гомеля. Он по итогам прошлого года в своей номинации стал лучшим в Беларуси. Наши журналисты готовы рассказать о работе, которую проводят сотрудники ведомства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во всяком случае о засадах и перестрелках особенно не мечтает. Подставлять голову под пули, как это иной раз делают киношные герои, для настоящего профессионала – последнее дело. Хотя, чтобы самому не стать мишенью, приходится постоянно тренироваться. Проводятся стрельбы. Каждый четверг проводятся занятия по физической подготовке. Сдаем нормативы. Проверки приезжают. Проверяют как теорию, так и физическое состояние каждого сотрудника. Есть упражнение номер три, есть упражнение номер пять. В упражнении номер три надо попасть в ростовую мишень и два раза попасть в белый лист. Поэтому там есть не на очки, а на попадание. И упражнения разные есть. Нужно стрельнуть и в ноги попасть. Это эффектное задержание преступника – тоже часть учебы. Сотруднику уголовного розыска нужно быть постоянно готовым к любой ситуации. Убийства, разбойные нападения, кражи, хулиганство. В советском районе Гомеля эти преступления исключением не являются. Хотя и раскрываемость здесь одна из самых высоких. По итогам прошлого года местный отдел уголовного розыска в своей номинации стал лучшим в Беларуси. В марте месяце у нас имело место покушение на убийство, сопряженное с разбойным нападением. Когда гражданин совершил разбойное нападение на гражданку, нанес ей два удара ножом в область груди и спину. Значит, и забрал имущество. Было возбуждено покушение на убийство, сопряженное с разбоем. Помогло нам, скажем так, в какой-то мере и видеонаблюдение, которое мы изъяли, где у нас имелись приметы подозреваемого. И уже непосредственно тот комплекс мероприятий, который мы запланировали, провели совместно с оперативными подразделениями УВД. Преступник был задержан, сейчас уже дело находится в суде. Система видеонаблюдения сегодня для сотрудников милиции действительно неплохой помощник. На сайте областного управления внутренних дел даже специальную страницу открыли, где выкладываются фото подозреваемых в совершении правонарушений с камер видеонаблюдения. На том же сайте информация о пропавших без вести. Их розыск тоже входит в обязанности сотрудников уголовного розыска. Вообще, соответствующих заявлений в милицию поступает не так уж и мало. Причем, кто-то начинает звонить в УГРО уже в день, когда человек не пришел домой вовремя. Кто-то перед тем, как обратиться в УГРО, может ожидать его возвращения месяцами. В подавляющем большинстве случаев все заканчивается хорошо. Чаще всего это те случаи, когда близкий, знакомый, родной человек выключил телефон, забыл позвонить, забыл предупредить о том, что просто вовремя не вернется домой. Или просто в какой-то момент встретил знакомого и решил на несколько дней уехать за город и отдохнуть. Были случаи, когда нам приходилось искать людей в Италии, в Египте. Ну, туда люди уезжали на отдых и по какой-то причине также не сообщали о семье. Вот смотрите, сто лет существует служба. 1918 год. Работа оперативников в те годы, это была одна работа, сейчас совсем другое. Мы не будем сравнивать работу с работой 1918 года. А вот с двухтысячными давайте сравним. Есть ли значительные отличия и в чем они выражаются? Жизнь не стоит на месте. И отличия не появляются не то, что за 10 лет, даже каждый год бывают отличия. Потому что меняется законодательство, оно не стоит на месте. Даже в рамках законодательства меняются подходы к квалификации уголовных деяний. Наши уже внутренние, где отказываются от возбуждения уголовного дела или возбуждаются уголовные дела. На текущий момент меньше возбуждается уголовных дел, чем значительно в двухтысячные годы. И кажется, что, наверное, со стороны стало работать легче. Но вот оценивая, я взвешен эту ситуацию, я думаю, что сейчас работникам уголовного русска тяжелее, даже чем в начале двухтысячных. Несмотря на то, что криминогенная обстановка была совсем другой. И продуманные преступники? Почему? Ну, меняется, конечно, и интеллект наших оппонентов, так скажем. Но сейчас сотрудник уголовного русска не имеет права на ошибку. Ему не простят ничего того, чего он не должен был сделать. Или где-то он переступит какую-то грань, он будет, ну, как-то, скажем, наказан. Расскажите, пожалуйста, вот о результатах, об итогах работы в году текущем. Потому что по сравнению с двухтысячным мы поговорили. А что вот в этом году? Есть результаты? Есть, конечно. Пожалуйста. В обществе процессы инертные происходят. И не бывает такого, что сразу что-то меняется. Если есть какая-то положительная динамика, то она каждый год по чуть-чуть. И тогда это объективная картина, без каких-то резких движений. В 2014 году нам впервые в современной истории удалось раскрыть все убийства в области. Да, это несколько, три десятка лет с лишним в области такой ситуации не было. Его с 2014 года мы эту высокую планку держим. Это очень здорово, да. Значит, раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений на уровне 95%. Тяжких и особо тяжких. Если общий уровень брать раскрываемости по линии уголовного русского, это в районе 60% даже больше. То есть, в принципе, главное, чтобы эти цифры были объективны. Понимаете, мы в то же самое время сами понимаем, что есть латентность. Не всегда граждане обращаются, считают, что малозначительное какое-то преступление. То есть, есть такой фактор. Но более-менее мы уверены в объективности этих цифр. Есть ли такое понятие малозначительное преступление, ну, скажем, в лексиконе и в понятии сотрудников уголовного розыска? Есть и в УАЛОНном кодексе квалификация, не представляющая общественной опасности преступления. То есть, есть такие, конечно. Виктор Васильевич, ну, а если сравнивать Гомельщину с другими регионами нашей республики, как мы выглядим? Очень хочется какой-то положительный ответ услышать. Но, что скажете? По результатам работы, я думаю, мы выглядим хорошо. И это не только, я так думаю, это и оценка, и руководство управления, и руководство МВД. Значит, а регионы, они все, конечно, отличаются. И по республике наши не отличаются, потому что у каждого свои условия. И на уровень преступности очень много факторов оказывают влияние. Как внешних, так и внутренних. Я приведу элементарный пример. Всем известно события на Украине. Они отражаются на нас. Конечно, конечно. Хотя, а что зависит от нас в данной ситуации? Ничего абсолютно, правильно? В Гомельской области в каждом районе есть своя специфика. Как говорят в учебных заведениях... Ну, это зависит, наверное, от жителей, да? От контингента. Внешние и внутренние факторы. Вот этих даже внутренних факторов, их более 300, которые влияют на уровень преступности. Политические, экономические, демографические, социальные какие-то. И одинаковых регионов нету, поэтому везде есть своя специфика. Как вы четко все по полочкам. Прям вот, ну, служба обязывает. Виктор Васильевич, есть у нас первый звонок, точнее, не звонок, а сообщение Вайбер. Люди интересуются. Наберитесь терпения. Длинный вопрос. Здравствуйте. На днях приходил сотрудник из уголовного розыска к соседям. Но соседей не было дома. Позвонили к нам. Я открыл. На вопросы о соседе ответила. После сотрудник начал задавать вопросы мне. Фамилия, имя, отчество, образование. Сколько лет? Проживаю по данному адресу, номер телефона, место работы. Меня смутило, что сотрудник оперативных служб больше задавал вопросов обо мне, чем о соседе. Я начала сомневаться. Может, это был мошенник? Пишет Ирина. Для того, чтобы убедиться, что это был все-таки не мошенник, когда обычный гражданин сталкивается с сотрудником милиции, достаточно попросить предоставить удостоверение. Если вы сомневаетесь в подлинности до удостоверения, попросите номер дежурной части, можете уточнить, позвонить дежурной части, спросить, есть такой сотрудник, нет, где он сейчас находится, работает, не работает. Но у нас таких факторов нет, фактов таких, что в настоящее время кто-то под видом сотрудника в милиции пытается поиметь какие-то данные. Ну, а если вот это случилось, я не знаю, когда это было, Ирина не пишет, она может, например, сейчас позвонить в дежурную часть и поинтересоваться, есть ли у вас сотрудник с такой фамилией? Конечно, вполне возможно. В милицию можно звонить всегда и по любому поводу. Лучше, конечно, чтобы было спокойно, и нам не приходилось звонить в милицию. Виктор Васильевич, вот, кстати, продолжение темы. Как понять обычному гражданину суть работы сотрудников уголовного розыска? Вот как на жизни обычного гражданина работа сотрудников отражается? Я приведу обычный пример, элементарный. Я думаю, что многие со мной согласятся. Вот возьмем ситуацию 20 лет назад. Так. Где наши граждане ставили свои автомобили? Ну, наверняка в гаражах своих. В гаражах либо на стоянках. Но стоянок было очень мало. И на стоянках, да. Я скажу так, что оставить автомобиль возле дома, это большая вероятность того, стать жертвой преступления. Сейчас практически, так точно, об этом никто не задумывается. Люди ставят возле дома, там, где им удобно, иногда даже не закрывают транспортные средства свои, оставляют там ценные вещи. Это говорит о чем? О том, что люди перестали думать. Раз они перестали думать о безопасности, значит, они привыкли к тому, что безопасно. И чем эффективность определить для обычных граждан на работу уголовного русска? Как в спорте есть такое сравнение. Какой хороший арбитр на футбольном поле? Которого не видно, который не мешает людям играть, футболистам. Точно. Так и если граждане не видят сотрудников уголовных русска, если они не видят на улице погони, если они не видят задержания, то, наверное, система работает эффективно. Да, спасибо, спасибо за ответ. Но все же бдительности граждане терять не должны, правда? Нам бы очень даже хотелось, чтобы бдительности они не теряли, потому что еще не все так благополучно. Наряду со спокойной обстановкой, плюс бдительность, и будет все замечательно. Спасибо. На что сегодня приходится чаще всего обращать внимание? Какие направления работы вас больше всего беспокоят? Прежде всего, это преступление, конечно же, против личности. Убийства тяжкие, телесные повреждения, изнасилования. Это, как мы уже говорили, тяжкие и особо тяжкие преступления. Преступления, совершенные в отношении престарелых граждан, немощных. Но, конечно же, мы вне зависимости даже по мелким преступлениям, или, как мы говорили, непредставляющим общественной опасности, работаем. И цель для себя ставим – раскрывать каждое преступление. Конечно, мы объективно понимаем, что оно недосягаемо. Но мы все для этого возможное делаем, поверьте. Наверняка преступник может начать с чего-то мелкого, да, потом совершенствоваться. На жаль, есть такое слово по-белорусскому. Для нашего выхода в народ мы на этот раз выбрали вопрос, какие предметы наиболее подвержены кражам. Внимание на экран. Деньги, карточки, да, даже паспорт. Ну, смотря как. Некоторые бывают такое. Документы. Даже обычные вещи, ну, такие вот незначительные бывают, которые даже никому не нужны. Мобильные телефоны, как обычно, портмоне, если так. У меня кошелек за две секунды украли, в одну установку зашла, но вторую же его не было. И два человека в троллейбусе было. Второй карманные кражи. Телефоны, если портмоне носишь в кармане, скорее такие. Вот. Думаю, так. До сих пор… Ну, мне-то кажется, что… До сих пор же везде предупреждают. Храните все поближе к себе, чтобы чувствовали вещи. Так что, карманные кражи. Ну, может быть, велосипеды, скорее всего. А так, какие предметы? Что, шапки? Шапки не носим уже норковые. Поэтому, может быть, кошелек вытащить. И то я не слышал уже таких случаев давным-давно, понимаете. Поэтому все нормально у нас более-менее. Я так, даже вот из моих знакомых, я не слышал, чтобы у кого-то что-то украли. В Гомеле, если честно, то могут зайти в какой-нибудь магазин и больше всего украть золото какое-нибудь. Или там… Вот у моей мамы однажды увезли машину. И потом ее вернули. Мне кажется, это мобильные телефоны, кошельки, сумочки там, может, такие женские. И все, в принципе. Ну, если не говорить там про магазины, где, может, кто-нибудь, конфеты какие-нибудь, такого рода мелкая. Ну, это, наверное, больше всего. Виктор Васильевич, ну вот мы выслушали гомельчан. Скажите, пожалуйста, вот ваши сведения к руководителю службы уголовного розыска, они совпадают с мнением гомельчан? Как они могут не совпадать? Обязательно. Конечно, это мобильные телефоны, банковские карточки, велосипеды, где-то кражи из машин, про которые я уже говорил. Все, кроме норковых шапок. Да. Слава богу, норковые шапки не нужны. И шапки не носим, и уже не нужны они даже мошенникам. Деньги. Еще деньги воруют очень много. Виктор Васильевич, ну на слуху различные преступления, мошенничества в отношении граждан. То телефоны через интернет продают, понятно, берут деньги и товара нет. То окна и двери устанавливают, тоже пропадают вместе с деньгами. Как обычному гражданину обезопасить себя в таких ситуациях? Как не попасться на удочку мошенника? Есть народная мустрость, семь раз отрежь, один раз. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Правильно? У нас зачастую люди доверчивые. Ну как можно купить айфон за 100 долларов? Нет, все хотят купить подешевле. Значит, мы никуда уже не уйдем от мошенничества. И это такой перспективный вид преступлений. Меньше становится краж, меньше становится там общих таких уголовных преступлений. А мошенничество перспективный, как я говорю, вид преступлений. И он больше уходит в сеть интернет. Потому что он обезличен. Значит, надо пользоваться просто какими-то проверенными сайтами интернета, которые имеют представительство в Республике Беларусь. Когда есть куда пойти, пожалуйста, придать какие-то претензии. Либо даже, как говорят, сарафанное радио. Если кто-то уже пользовался, и это срабатывает, и там не обманывают, ну, вопросов нет. Но все равно в любом случае можно в том же интернете даже провести какой-то мониторинг, почитать отзывы и понять, что реально товар будет предоставлен, или услуга какая-то, или нет. По сути, изучить вопрос. Да, просто чуть-чуть сделать больше, чем просто нажать на кнопку о перечислении денег. Чуть-чуть. Ну, наверное, даже в некотором роде стать, ну, на минуточку, сотрудником уголовного розыска. Да, хотя бы сам для себя, частным детективом для себя. Недавно прозвучала информация о задержании одного из членов банды Морозова за попытку вымогательства. Ну, вот уже подошло время, когда многие из участников этой банды, они выходят на свободу или в скором времени освободятся. Возможно ли повторение 90-х годов, когда в областном центре орудовало несколько организованных бандформирований? Я уверен, на 100%, что эта ситуация невозможна. Опять же, вот то, что я говорил ранее, для того, чтобы это было, нужны определенные характеристики общества в данный момент. Сейчас наша страна находится совсем на другом этапе развития. Она мощная правоохранительная система, мощный правоохранительный блок создан, действенный. И я думаю, что уровень безопасности нашей страны, это даже бренд. Несмотря на то, что... Такие есть. Да. Мы расходились в 91-м году, у нас были одинаковые условия. Это же Россия и Украина. Но и даже на текущий момент эта безопасность отличается в разных странах. Уважаемые телезрители, к вам обращаюсь. Пожалуйста, звоните. Мы работаем в прямом эфире. Ваши вопросы будут актуальны. И благодарю зрителей, которые пишут в Вайбер, проявляют активность. Виктор Васильевич, вот такой вопрос. Вот Николай поступил на данный момент. Есть специализированные у нас в Республике Беларусь два учебных заведения. Это Академия МВД в Минске и Институт Могилевский. Там, где учат сотрудников милиции. В том числе специализация, это оперативно-розыскная деятельность. Учат 4 года. Но для того, чтобы вырос настоящий профессионал, учиться надо всю жизнь. Сколько работаешь, сколько и учишься. Потому что условия меняются, законодательство меняется, возможности изменяются. И опыт. Это самое ценное, что есть у оперативника. Он тоже с работой, как говорится, руку набивает. Ну, вы знаете, наверное, человек, уходя из школы, со школьной скамьи, ему очень сложно о молодом человеку разобраться. Действительно, он хочет работать в органах. А возможно ли обучиться и стать сотрудником уголовного розыска, ну, скажем, после 30-ти? Можно. Есть у вас такие примеры? Да. У нас уголовный розыск, это сейчас прохождение системы. И на офицерские должности берут до 35 лет. А у нас должности офицерские. Поэтому, в принципе, в органы внутренних дел можно прийти до 35 лет. И я скажу, что не обязательно туда идти в 18-20. И даже, может быть, наоборот, не нужно идти туда в 18-20. Когда человек приходит, он уже имеет какие-то внутренние устои моральные. Когда он сформировался как личность, тогда ему легче работать в любой должности. Я говорю уже про уголовный розыск. Спасибо. Основная задача оперативника – это не только установить личность преступника, но и раскрыть преступление, задержать этого самого преступника. Вот мне кажется, что это очень похоже на действия охотника. Он сначала находит след, выслеживает дичь, идет по следу, производит выстрел и, наконец, берет эту дичь. Что чувствует оперативник, который раскрывает преступление и устанавливает преступника? Если сказать одним словом, то, конечно же, эйфория. И в зависимости от того, сколько труда он вложил в это раскрытие, то я это чувствую, конечно, ярче. И чем больше ты трудишься и раскрываешь какое-то тяжкое преступление, неочевидное преступление, длительное время, которое годами не раскрывается, то, конечно, чувствуешь, что ты не зря ешь свой хлеб, что ты нужен обществу и приносишь пользу. И от этого получаешь глубокое моральное удовлетворение. И в том числе мотив работать дальше. Но скажите, Виктор Васильевич, а работа команды в специфике вашей работы насколько важна? Объективно, командная работа – она самая лучшая. И не бывает такого, что один пошел, один что-то сделал. Да, может быть, есть такие люди, которые любят работу в одиночку. Но работа всего правоохранительного блока, она не может быть одиночной. Она коллективная. Это коллективный труд. Просто невозможно одному человеку знать все, помнить все. Тем более так система устроена, что здесь все, что мы и до этого говорили, это касается не только сотрудников уголовного розыска. Здесь не обходится и без следователя, не обходится без эксперта. Ведь не обходится без других правоохранительных структур, сотрудников прокуратуры. И весь этот результат, и в том числе безопасность общества, это коллективный результат всей правоохранительной системы. Спасибо. Ну вот мы слегка затронули уже тему образования, да, кем, кто именно приходит в органы. Скажите, пожалуйста, какими такими сверхспособностями или особенностями характера должен обладать человек, которым хочет претендовать на службу в уголовном розыске, или который является уже именно. И который мечтает совершенствовать себя как оперативник. Есть какой-то необходимый минимум по критериям. Ну, это прежде всего физическое здоровье, значит, и, скажем так, чисто биография. Правильно? Потому что не может ранее судимый прийти работать в уголовный розыск. Правильно, то есть есть такие критерии отбора. Ну, а дальше, конечно, он должен быть интеллектуалом прежде всего. Да, за счет своих умственных способностей, за счет энергии, за счет какой-то целеустремленности. Вот такие сотрудники, они и достигают успеха. Можно ли назвать сотрудником уголовного розыска в некотором роде творцами, творческими людьми? Ну, не в некотором роде. Сотрудник уголовного розыска вообще творческая профессия. Это творческая профессия, потому что не бывает... Мы обычно, смотрите, не ассоциируем эту профессию с такими словами. Кто творческие люди? Художники, актеры, артисты, ну, журналисты, писатели, музыканты. Но никак не сотрудники уголовного розыска. Вы говорите, что это в первую очередь творческая профессия. Да, наша профессия немножко такая непубличная, да? И не так много людей этих в обществе, правильно? А вообще это чистое творчество. Вот здесь это, как говорится, белый лист бумаги. Когда что-то совершается, приходит оперативник и начинает работать. Это дальше все в его, как говорится, творчестве, компетенции. Что он будет делать, как он будет делать и какой результат он поимет. Поэтому это без творчества в уголовном розыске вообще никуда. Виктор Васильевич, ну, в прямом эфире приходится работать оперативно. Поэтому сразу зачитываю вопрос от Дарьи. Добрый вечер. Скажите, работают ли женщины, девушки в розыске? На Гомичине есть такие? Есть. Как минимум в советском отделе мы уже видели, да? Да, мы видели это и не только в советском отделе. У нас их немного, сразу говорю. Но они есть. И они выполняют работу не хуже мужчин. Но просто специфика такая, что у нас их не может быть много. Мы не делим какие-то по гендерному признаку, может это работать или нет. Но если... Требования одинаковые. Да, требования одинаковые. Но если мы видим, что человек нормальный, толковый, и нам нужен как раз там, где может быть женщина работать, отвечая за свой конкретный какой-то участок, ну, никаких вопросов работает. И хорошо работает. Кстати, Настя Каменская, она, ну, я имею в виду киношного персонажа, она как раз сотрудник уголовного розыска? Да, 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 да. Ну, там все вместе, но по работе сотрудников уголовного розыска, да. По сути, так, спасибо, Дарья. Я думаю, есть еще один вопрос. Сразу вот приходит, сразу читаю. Какой детективный сериал нравится вам, Виктор Васильевич? Или вы не смотрите сериалы? Я имею в виду детективные. Смотрим. Есть несколько хороших сериалов, действительно, таких профессиональных, приближенных к жизни реальной, в том числе, как и наши, так и производство зарубежных кинокомпаний. Ну, вот нравятся мне ваши ответы. Вроде точно отвечаете, но ни одного названия. Это специфика сотрудника уголовного розыска, вероятно. Виктор Васильевич, следующий вопрос. Насколько важно сотруднику уголовного розыска быть психологом? Ведь ему, ну, скажем так, нужно разговорить. С одной стороны, ну, иногда руководителя предприятий, другой день он работает с какой-нибудь маленькой бабулечкой, которая на лавочке во дворе сидит. А третий вариант – это злостный преступник, которого, собственно, нужно подтолкнуть к тому, чтобы он все карты раскрыл. Конечно. Психолог – это тоже, вот как и творец, творческая профессия. И психолог – это, обладая такими способностями, находя ключи к каждому, потому что люди знают всё и говорят о всём. Нужно только уметь с ними поговорить и услышать, о чём они хотят сказать. Но ведь вы специальность психолога, ну как, вы не заканчиваете психологические факультеты, вы ведь идёте в Академию МВД и другие учебные заведения, там наверняка есть… Это такие вещи, которые, наверное, всё-таки где-то Богом дано это или не дано каждому. Вот так вот. Если есть к этому предрасположенность, то профессия развивает эти возможности. Но у кого-то нету, всё равно, даже находясь в этой профессии, можно где-то использовать человека полезным в другом каком-то направлении. Спасибо. Сегодня мы часто слышим о том, что в лесах люди теряются. Такое бывает. Кто специально уходит, кто-то грибы, ягоды собирает. Сотрудники уголовного розыска ведь тоже подключаются к поискам пропавших людей, так? Да. А кого ещё разыскивают? Прежде всего, преступников разыскиваем мы. Значит, без этих пропавших, или, как вы сказали, они теряются не только в лесах, они уезжают, просто перестают общаться с своими какими-то близкими родственниками, они волнуются, обращаются в органы внутренних дел. Есть ещё категория, как я уже говорил, должников, те, которые должны либо физическим, либо юридическим лицам какие-то денежные средства, они хотят уплачивать, скрываются. И есть у нас ещё четвёртая категория, это такая неустановленная труп. Их не так много, но это бывает, когда находятся люди, нет при них никаких документов. Иногда это могут быть и, ну, уже, так скажем, гнилостные останки какие-то, где нельзя опознать что-то. Мы находимся установлением, кто же это. Вот так вот. На текущий момент, можно сказать, что только в Гомельской области от различных категорий, официально объявленных в розыск, у нас порядка полторы тысячи человек. На данный момент? Нет, полторы тысячи человек. И это, наверное, не только те люди, которых вот разыскивают совсем недавно, да? Да. Годами числятся в поиске люди, да? Скажите, пожалуйста, а вот в этой связи Россия много хлопот доставляет? Ведь очень много людей уезжает туда на работу. Ну, кто-то действительно на работу потерял телефон, не смог позвонить, а кто-то просто решил оборвать все связи? Это не то, что хлопот. Просто наши граждане туда едут. Открытая граница, есть какие-то возможности, и они туда едут. Ну, опять же, иногда едут не самые лучшие представители нашего общества, в поисках заработка или еще чего-то. Поэтому образ жизни, который они там ведут, он похожий, как здесь они вели иногда. И получается такая ситуация, что теряются, перестают о себе давать какие-то. Попадают в различные там ситуации. Иногда их там садят в тюрьмы. Бывают и какие-то трагические ситуации, там несчастные случаи. А насколько важно, даже насколько важно в этой связи международное сотрудничество? Вы плотные связи держите с сотрудниками Брянской области, Черниговской области? Да. Здесь без наших коллег мы вообще ничего сделать не можем. И это начинает переписки по установленным каналам и взаимного общения и получения каких-то сведений. И не только Брянской области. Россия большая частью наших граждан оказывается в Московском регионе, Санкт-Петербург, Юг, Краснодарский край. Ну а то, что касается ближайших регионов Брянской области, Черниговской области, Украины, несмотря ни на какие там политические вопросы, мы взаимодействуем. Я бы это сказал, практически ежедневно. Ежедневно, да. Есть такая необходимость в этом, и это просто помогает в работе. Виктор Васильевич, говорят, что Ваше подразделение держит на контроле абсолютно все преступления, вне зависимости от того, какой тяжести эти преступления и когда они были совершены. Это действительно так? Скажем, не совсем. Конечно же, мы все преступления на контроле не держим. И у нас нет такого количества сотрудников, способного держать все преступления на контроле. Но специфика работы такова, что работая даже по преступлениям этого года, либо по тяжким преступлениям прошлых лет, зачастую происходят, получаются какие-то сведения о других преступлениях, о других лицах, которые совершают преступления. И мы начинаем тогда уже более плотно заниматься и доводим до логического конца. И раскрытие, скажем так, преступлений прошлых периодов, прошлых лет, это далеко не редкость в нашей службе. И это происходит регулярно. В том числе... Можете пример привести. Да, и самые тяжкие преступления. В ближайшем будущем уже, буквально, я думаю, месяц-два, будет направлено уголовное дело в суд по убийству таксиста 1984 года в Новобелевском районе города Гоми. И человек будет привлечен... Больше 30 лет. Да, к уголовной ответственности будет привлечен. Спасибо, Виктор Васильевич. Я почему-то так тороплюсь. У нас есть телефонный звонок, а еще много вопросов интересных. Здравствуйте. Ну что, мне жутко. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как вас зовут и ваш вопрос. Валерий Николаевич Рощин, моя фамилия. Мне вопрос такого рода. Значит, существует ли обратная связь законодателей и милицией? Скажем, вот, был закон, потом меняется. И насколько органы милиции информируют или участвуют в корректировке законов? Вот. В частности, что интересует? Вроде бы изменился закон, изменили, но в какую сторону? Я живу в частном секторе. У нас вечная проблема, что цыгане влетают во двор и грабят. Ну, только стоит детям отвернуться на улицу, и они пролетают. И потом было такое сообщение, что проникновение, вот, хоть цыганы, в основном их группы работают, в пределы дворовой территории не является проникновением в жилище. Вот этот закон, в какой-то степени, ну, первое, это мнение о этом законе, и второе, закон этот новый или по-старинному так звучит? И есть ли какие-то вопросы о том, что его изменить? Спасибо, Валерий. Спасибо. Совсем немного времени остается на то, чтобы ответить. Пожалуйста. Органы внутренних дел – это не законодательный орган. У нас есть парламент. Мы действуем уже в рамках правополе. Но, конечно же, ежегодно мы свои предложения в министерство, а министерство дальше по положенным инстанциям передает. Значит, я согласен полностью с человеком, который звонил, что нам нужно совершенствовать законодательство. Условно, у человека есть возможности, которые он уже преодолеть не может. Если бегун бежит 100 метров за 10 секунд, то ни один человек в мире за 8 не побежит. Где мы можем выиграть? Мы можем выиграть в законодательстве. Вот то, о чем говорит звонивший человек, это подобие американского законодательства, где свято чтут частную собственность, проникновение на территорию. У нас пока к частной собственности отношение немножко другое и проникновение на территорию частную. Но мы работаем в рамках действующего законодательства. Понятно, спасибо. Очень хотелось бы еще поговорить, но, к сожалению, буквально полторы минуты у нас остается. Поэтому имейте в виду, Виктор Васильевич, много в вашей службе талантливой молодежи. Кратко. Все люди талантливы. Абсолютно. Это мое твердое мнение. Просто руководитель должен увидеть, что и на каком месте использовать каждого человека. У кого что лучше получается, он должен ему поручать, а он будет это делать. А то, что у нас талантливая молодежь, это мы показывали про советский район, два слова еще, что советский сыщик наш, представитель советского района, вот буквально несколько дней назад выиграл конкурс лучшего сыщика страны. Прекрасно. Поздравляем лучшего сыщика страны. Ну что ж, буквально несколько слов в преддверии юбилея. Слово ветеранам и сотрудникам, пожалуйста. Конечно же, с большим удовольствием встречаем этот юбилей и рады, что мы работаем в это время, в этом столетний юбилей. И хотим сказать огромное спасибо ветеранам, нашим органам внутренних дел, которые заложили традиции. Мы их храним, чтим, уважаем эти традиции, развиваем, не стоим на месте. Ну а действующим сотрудникам, конечно же, удачи в работе, здоровья и успехов. А вам, Елена Михайловна, хотелось бы от действующих сотрудников подарить книгу про уголовный розыск Гомельщины. Вот здесь кратко описан этот столетний путь. Писали его наши бывшие сотрудники все. Значит, книга очень интересная. Я думаю, вам понравится. Большое спасибо. Это очень приятно. Спасибо. Ну а что ж, я присоединяюсь к словам сказанным и всем сотрудникам уголовного розыска, а также ветеранам желаю крепкого здоровья и мощных семей за плечами, потому что именно они ваш тыл. Дорогие друзья, это был диалог с Виктором Васильевичем Чекуновым, начальником управления уголовного розыска, криминальной милиции, управления внутренних дел Гомельского облсполкома. Спасибо за внимание и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова